Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Лидия. И хотела бы подлиться своими впечатлениями о двух прочитанных в моих книгах. Прочитала я их по вашему совету одного из, так сказать, посетителей этого канала. Ну, через свою дочь Даша, конечно, поскольку она мой продюсер, креативный директор, режиссер и так далее и тому подобное. Первое – это автобиография Агаты Крести. Сама не понимаю, как я даже до таких лет и прочитав практически всё о Агаты Крести, не удосужилась прочитать её биографию. Хотя это, конечно, каждый писатель, ну, в частности, любой творческий человек, в общем-то, досужему читателю всегда интересно, как это получается, почему он пишет, почему вот именно так пишет, почему он пользуется такой популярностью и так далее и тому подобное. Соответственно, и дежурные вопросы у всех журналистов, которые пишут о тех или иных, например, писателях, откуда вы берёте сюжеты, как вы создаёте чьи прообразы там и так далее и тому подобное. Поэтому мне было очень интересно прочитать автобиографию Агаты Крести. И понравилась она мне очень прежде всего тем, что она через свои, значит, чувства передаёт вот эти вот чувства через, так сказать, свою семью, о всех взаимоотношениях детей, родителей и так далее и тому подобное, описывает просто-напросто и фоху. То есть это конец XIX века, начало XX, ну и вплоть до 70-х годов, до 60-х, будем так говорить, когда она написала свою автобиографию, будучи уже в преклонном возрасте. И это очень интересно. Вы знаете, вот всё это воспринимается через её передачу, вот прямочувствую, действительно, как это было, насколько она пуританская была, вот эта вот опуха, какие были взаимоотношения, какова, ну вплоть до мелочей, как одевались, что ели, что пили, чем увлекались и так далее и тому подобное. Поэтому всё это мне было достаточно интересным. Гораздо интереснее получилось так для меня, чем читать, например, художественную литературу, ну или даже документальную какую-то об этой эпохе, о тех временах. Меня вот просто как-то поразило, например, что оказывается Агата Кристина, ну, во-первых, она как бы имела некоторые склонности ещё с детства к писательству, какие-то стишки там подписывала, выражала свои чувства, что-то, значит, там, какие-то статейки худо-бедно, ну, всё это в стол, всё это не для публикации, как говорится, такое детское и подростковое баловство. А писатель начала, вернее, будем так, да, писатель начала именно для публикации в силу своих тяжёлых материальных условий, потому что не на что было жить. Значит, жизнь поставила такие рамки, что буквально не на что было жить. И вот тогда, значит, ей подали идею, тот же муж первый её, Кристина, а не написать ли тебе, дорогая, поскольку ты, в принципе, можешь писать, не написать ли тебе какой-то роман, а чё, роман, да я, да куда, да как, да и кто же его возьмёт. Но, тем не менее, вот именно вот это вот, внешние условия подвигли её на написание первых, так сказать, насколько мне память не знает, одеясь не гритят, очень считаю, что это самое известное её произведение, которое экранизировалось, десятки раз потом и так далее и тому подобное. Это одно, что меня как-то вот это поразило. Второе, оказывается, оказывается, она ничего не писала с натуры, то есть образы какие-то, да, у неё там где-то в книжках записных она себе какие-то пометки делала, где-то фразы услышали, где-то ситуации, где-то ещё что-то, но чтобы вот так вот списывать с кого-то своих героев, не-не. Она попробовала один раз, она об этом пишет во всей биографии, да, я попробовала, был такой неординарный человек, с которым, значит, они там, такой типа круиза, что ли, работа такая была, поехали, значит, и в Южную Африку, и в Астралию, и так далее, ну и в Канаду, и в Америку, и в Канаду, и прочее. Вот, она попробовала списать одного из героев с этого неординарного человека, но он получился, как она говорит, мёртвый абсолютно, он не воспринимался как живой. И поэтому затею она бросила, и все её герои, все её персонажи абсолютно вымышленные, то есть вот силой своего воображения она вот создавала вот эти вот образы. И настолько не захватывали я вот, об этом здесь перекликается, видимо, что-то есть общего из всех писателей. Я вот Донцова вспоминаю, когда она писала свою биографию, что вот эти созданные образы, они полностью захватывают писателя, абсолютно, то есть он живёт там, они живые, и как бы уже существуют даже вне, ты уже не в силах ими управлять, то есть они тебя ведут, вот эти вот диалоги, развитие сюжета и так далее и тому подобное, то есть сам не знаешь, куда тебя это всё заведёт, это настолько вот интересно. Вот, и вот это вот, прежде всего, что абсолютно все они вымышленные, и тот же Поварой, потом, значит, и Маркова, это самое, Месяц и так далее. Некоторые трудности у неё были с этим Аркевелем было, поскольку он уже выведен в первых романах достаточно пожилым джентльменам, а когда уже прошло, публика требует и дальше, то есть прошло уже и 20, и 30 лет, считай, то есть ему уже должно быть за 100, а тем не менее он всё в том же возрасте. Ну, мне восхитила скромность Агаты Кристи, то есть там никакого выпячивания, никакого яконя, какие-то вот что-то, она весьма скромная, она больше, видимо, страдала комплексной неполноценностью, я не смогу, мне это не дано, меня не возьмут, меня не публикуют, меня не признают, хотя целью её вовсе это и не было, как я говорила, добиться славы, популярности. Человек абсолютно непубличный, терпеть не могла все эти, как мы сейчас называем, тусовки, когда она вынуждена была бывать на приёмах, презентациях и так далее и так подобное. Очень скромная женщина, сказать, она действительно моя любимая, и не зря её назвали королевой детективного жанра, действительно королева, вот, поэтому я с большим удовольствием прочитала эту автобиографию, получила несказанное, значит, впечатление от этой эпохи, я просто её почувствовала, что это такое Англия, тех времён, и не только Англия, это и Египет, это и Ирак, Сирия, то есть там, где она со своим вторым мужем участвовала вот в раскопках, в археологических раскопах, это тоже достаточно интересно, увлекательно. Вот что касается вот этой самой автобиографии, за что я благодарна людям, которые почитали её и посоветовали всем. Вторая, ну, вторая, так сказать, это совершенно иного жанра. Я, опять же, посоветую, у Даши, значит, моей дочери оказалась, она мне скачала на электронную книгу, Евгения Гинзбург, мать известного советского писателя, у них так, это Василия Аксёнова, оказывается, я этого не знала. Евгения Гинзбург написала книгу под названием «Квотой маршрут». Это книга, в ломности, большая достаточно, это книга воспоминаний о годах репрессий. Сама Евгения Гинзбург 18 лет была, будем так говорить, в кулагах различного рода, и, вот, опять же, я говорю, чувства, которые она сумела передать, куда там, к Солженическому, так сказать, архибилагу-гулагу, и прочим делам, то есть, когда это уже оттепель, Хрущёвская наступила, и Солжениц смог опубликовать эту книгу. Но Евгения Гинзбург здесь, в Советском Союзе, где она написала эту книгу, не удалось публиковать. Так и не удалось, будем так говорить. Там приводится данное, что этого, считая, наверное, самый высокий, ну, если применимо это слово, самый высокий тираж, сам из дата. То есть, эта книга ручной переписывалась просто в невероятных количествах экземпляров. Каким-то макаром, без её ведома, она попала за границу. То есть, вначале она была опубликована, эта книга, без её ведома, в Италии, потом в Германии, в США и так далее, и то подобное. То есть, она ездила туда, потом, будучи уже достаточно пожилой женщиной, и в Германию, и в США, и в ту же Италию. Вот. А здесь, здесь, несмотря на то, что она хорошо знала положимое и редакторов, положим той же юности, нового мира и так далее. Нет, нет. Взяли, прочитали и положили. Как бы, то ли не время, то ли это неинтересно, то ли ещё чего-то. Вот, знаете, мне, прежде всего, она это подчёркивает неоднократно, но в этой своей книге, она пишет о том, что всё, о чём она пишет, это всё от первого до последнего слова, про, да. То есть, ни капли вымысла какого-то, нисколечко нет там каких-то домыслов, какой-то оценки, она просто признаётся, что я не понимала и не понимаю до сих пор. И, видимо, мало кто ещё историкам предстоит разобраться, я просто не понимаю, почему. Почему вот столь многолетний происходил геноцид собственного народа? Как это происходило? Каким образом, так сказать, массы, буквально миллионы людей поселили просто невероятный страх и ужас? Вот невероятный страх и ужас, когда боишься всех и вся. Боишься своих близких, друзей, всех, потому что доносительство, так сказать, рассвело таким пышным светом, что лишь бы не меня, я лучше донесу на друга, на сына, в конце концов, даже на мать, на всех на свете, что-то напишу, а может, меня не тронут. Она потом одной своей подруге, которая вот таким образом, такой донос, ни о чём, так сказать, преподнесла в КВД, она говорит, а ты-то о чём думаешь, подруга моя? Ведь тебе это то же самое. Ведь если ты знала что-то, значит, и прочее, это же не доносительство, а за это кралились тоже десятками лет лагерей. Она, так сказать, испугалась вначале, а я ничего, я так говорю, ничего, извини, ты моя. Коль ты знала всё и осознавала, и о чём ты написала здесь, так за это ты и тоже туда же пойдёшь. Ну, всё это дело начинается не только с 1937 года, когда она была арестована, два года провела в Бутырке, в одиночной камере, всё это описывается, как это или что, и отношения, так сказать, следователей, там, оперативников НКВД, вначале не столь ужасно, до 1937 года имеется в виду. Но, тем не менее, и потом, кончая Колымой, Магаданом, вот, всё это, как она потеряла первого сына в блокадном Ленинграде, и прочие дела, то есть, вот, расписывается, она, будем так говорить, ну, профессиональный писатель, да, она преподавала, проживала, значит, в Перми, насколько мне память не изменяет, ой, фу, извините, в Казани, преподавала, значит, в университете в Казанском, значит, на курсах различной работы, сотрудничала с редакциями газет, журналов, писала, была коммунистка ярая причём, вот это ей непонятно, ну, вот это вот и в других книгах тоже преподносится, что буквально никто не верил, коммунисты ещё дореволюционных времён, старые коммунисты, как будучи арестован, не понимали, они ничего не сделали, они настолько преданы партии, настолько преданы личности Сталину, и так далее, за что и почему. И, естественно, у всех было такое мнение, что Сталин, это наш вождь великий и прочие дела, он-то ни о чём не знает, вот они, вот эти вот знаки ВГС, великие и прочие дела, это они творят беззаконие, а если он узнает, он их всех ногтю, но, тем не менее, мне вот тоже, откуда бы знать, в связи с чем вот такая шпиономания, такая подозрительная, всеобщая, когда нужно было создавать новое и новое, вот эти вот кулаги, поскольку они помещались, масса арестованных, тюрьмы различного рода, вот это содержание, ой, это достаточно тяжко, это читать, конечно, это очень тяжело, стыдно, стыдно за, за всё, что происходило, да, со всеми, она просто об этом и говорит, она говорит немножко об ответственности, а что ты мог сделать, вот что ты мог сделать в той ситуации, когда тебя, не за что не прошло, значит, арестовывают, таскают по лагерям, когда ты, ну, представьте себе, Колыма, Магаданская область, когда ты, значит, в 50-х разочный мороз, все полуразъеты, голодные, процветает, значит, цинга, смертность там невероятная от голода, недоедания, цинги, морожение и так далее, это надо иметь достаточность его духа, чтобы пережить это всё, по крайней мере, это просто нечеловеческие страдания, нечеловеческие, и мне даже не хочется сказать, что люди были неизведены до скотины, увы, ни одна скотина так не будет поступать со своими соробичами, она приводит там, типа, так сказать, хозяйство при этом влаги, птичник так называемый, да, вот, великая влага попасть туда, потому что ухаживали за птицами, их кормили, им давали рыбий жир, они там потихонечку воровали ложку другого этого самого рыбия жира, чтобы себя так поддержать хоть сколько-то, и всякие уловки и прочее, но тяжело, конечно, я говорю об этом всеобщем всенародном страхе, которые просто людей вот убивали, они просто не выдерживали вот постоянного этого страха и ужаса, и, конечно, многие заканчивали жизнь самоубийством, от безысходности, от отчаяния, от непонимания, прежде всего, почему это происходит с ними, за что, за что им, так сказать, преданным коммунистам, преданным партии, и лично Сталину, вот, предъявляется обвинение, бог знает чего, там, терроризм, и вот, даже Гинсбург, говорит, ей вменяли, поскольку убийство Кирова в 1933 году, оттуда еще начали полистывание, и, и когда начинают разговаривать об этом убийстве, она говорит, «Позвольте, где я в Казани, и где Киров, значит, Ленинград, да и известен убийца непосредственно Николая, где, куда, каким макаром, а, неважно, готовилась, и все, это вот, такая, разводзеленная террористическая сеть, ой, я не могу не сказать, немного, о том, через какую призму, я вот тоже воспринимала, вот, вот этот страх, который сквозит в каждом слове, вот этих воспоминаний, причем, ни клочка бумаги, ведь, не было, за все 18 лет, положим, каторги, которые она принесла, проживая, так сказать, так бывая, на Колыме, обладая феноменальной памятью, она просто запоминала, фамилии, ситуации, прочее, то есть, она все это проигрывала неоднократно, своей памяти, чтобы потом, уже после освобождения, в 50-х годах, после Санаси Сталина, естественно, все это как-то записать, ну, и потом, переработать, естественно, редактировать, и так далее, и подобное, вот, поэтому, я вспоминаю, не могу не вспомнить, конечно, ну, ни в какое сравнение, конечно, не в лагерь, что моя бабушка, вместе с семьей, то есть, с моей мамой, которая была 5 лет, была распулачена, и выслана, так сказать, буквально без ничего, голышом, в Третьевский район, это Тайга, ну, это Сибирь, естественно, у нас, Красноярский край, зимой, буквально, так сказать, на Сибу их оставили, вывезли на подводок, и оставили, без ничего, они там рыли землянки, долбили, прочие дела, чтобы как-то поселиться, потом лесосплав, я думаю, что, вот эти перенесенные страдания, потом отразились на маме, на моей, на ее болезни, в конце концов, и даже на ее смерти, потому что, ну-ка, в таком возрасте вынуждены работать, вот, буквально малолетние, то есть, 7-8 лет, стоя в ледяной воде, так сказать, и бревна эти толкать, таскать, пилить, там, и прочие дела, все это, конечно, не прибавляло, здоровье, или там, чего-то, и в связи с этим, я тоже вспоминаю, что, вот, разговаривая, ну, не так, конечно, в чем себя, корю, до сих пор, как-то не принято, это было, но, тем не менее, хоть иногда, о той жизни, о своих чувствах, о переживаниях, ни бабушка, ни мама моя, никогда не говорили, то есть, спустя и много лет, вот, в них присутствовал, вот, этот страх, а вдруг, где-нибудь, вверх, не что-нибудь не так, и тебе это отрыгнется, вот, это вот поразительно, просто поразительно, потому что, я вот, припоминаю, один из эпизодов, вот, этого крутого маршрута, когда, будучи уже, освобожденной, Евгений Гинзбург, проживая в Магадане, некий там в приятеле затесался, вот, и совершенно случайно, значит, посиделки такие, вот, были вечерние, совершенно случайно, к слову пришлось, она прочитала, корней Чуковского, сказку типа «Тараканище», читает, а он так смотрит, такими глазами, и прямо у них, вот, такими, и там, как бы, все это, вот, усище, вот, тараканщик, как он запугал, все это, как бы, тут же ассоциация возникает именно о Сталине, о его окружениях, и прочее, и вот этот приятель, так называемый, говорит, что, и Корней Чуковский тоже там, там, ой, ну, смехом так, да это все-таки, сказка, да это для детей, да это все, но тем не менее, все это отрыгнулось, родился до ночи от этого приятеля, и, так сказать, по второму кругу уже ее арестовали, и не только ее, то есть, не здравого смысла, то есть, вот действия НКВД, в то время, они не подчинялись ни здравому смыслу, ни логике, ни общине, почему? Потому что по второму кругу начали арестовывать в Магадане, оказывается, потом она, вот, уже все это оценила, по алфавиту, по алфавиту, начиная с Абек, чья фамилия начинается, начинает по новой арестовывать, по новой, они в тюрьме, и так далее, просто невероятно. И, заканчивая это, я, так сказать, еще в своих первых видео, так сказать, говорила о том, что я, как следователь, положим, в работе прокуратуры, буду рассказывать там о том, о каких-то нюансах, ну, такой душевной, специализации, да, стриптиз, и упоминала о том, что расскажу и о том, когда мне было стыдно. Так вот, единственный, случай, когда, я вот, к слову, про ней пришлось, когда мне было, не то, что стыдно, я тогда просто не понимала, я ведь тоже, как бы, в этой машине правоохранительной, ну, не в те времена, естественно, в те времена, приказывают, в рамках, хоть и закона, упокая, так далее, и ты идешь и делаешь. Так вот, мне вспоминается один случай. В те времена, в КГБ, еще тогда было КГБ, потом ФСБ, не было своего следователя, они боролись со страшной силой, со всеми этими религиозными, там, сектами, т.н. Особо им досуждали, видимо, там, то ли адвентисты, они седьмого дня, то ли они там, баптисты какие-то, я уж не припоминаю, но они имели связь со Швецией, там, типа, так сказать, офис, штаб-квартиры, вот, и присылали оттуда, какими-то оказиями, библии, там, аудиозаписи, и прочие дела. И, так вот, КГБ, годы была одной такой семейкой, помню, в Калинино это было, в Осипаканском районе, и, вот в рамках, так сказать, выявления всех и вся, нужно было провести обыск на этой квартире. А коли следователя у них не было, то они, значит, направили запрос в прокуратуру республиканскую, с тем, чтобы выделили следователя, включили группы, с тем, чтобы следователь провел этот сам обыск, ну, с участием, конечно, этих КГБшников. Вот, выбор пал на меня. Ну, все, в общем-то, тихо, мирно, без всяких этих, там, криков или чего-то, помочь женщинам было, еще что-то, проводим обыск, как положено, изымаем различного рода Библии, литературу, что бы, там ничего такого нет, ну, и Библия, ну, и что, что она из Швеции пришла, тем не менее, не положено, нельзя, изымаем аудиозаписи, ну, молитвенные там, псалмы различного рода и так далее. Все это изымаем, складываем ножки, опечатываем, и вот, ребенок заплакал, а грудной ребенок, до года еще, я измаю аудиозаписи, и вот женщина, вот, просто она упала на колени, взмолила, и говорит, ради Бога, оставьте вот эту, там, у меня запись, одну, там, какие-то особые псалмы, вот, под него именно ребенок привык засыпать, вот, не услышат его, иначе не уснет, оставьте, здесь же ничего такого нет, вот, как и Башнике, естественно, сказали, нет, изымаем все, все до последнего клочка бумаги, до последней пленки, его нужно было сделать, и вот тогда мне так стало стыдно, как-то вот, так мне стало неловко, я какую-то замаранность я почувствовала, что я участвовала вот в этом явстве, вот это был единственный случай в моей практике 10-летней, когда мне было стыдно, но я, опять же, ничего не могла с этим поделать, я обязана провести этот обыск, все эти материалы, естественно, фазобудшники изъяли, я не знаю, что с ними стало, с этой семьей, просто изъяли, чего-то как-то, к ним какие-то меры административного характера, либо еще чего-то, но тем не менее, вот это вот случай, единственный, когда мне было стыдно, и нельзя, наверное, после уже и вводи при Хрущевской, дальше, сильно народ не любил, так сказать, ГБшников, поскольку памяти из-за этого страха все это ассоциировалось именно с имидесями, непосредственными исполнителями, которые расследовали, которые выявляли, так сказать, миллионы шпионов, террористов, и бог знает кого, причем в месорубку попали все, буквально все, то есть с таким трудом народы, которых соединяли, можно сказать, объединяли в рамках Советского Союза, все попали в эту месорубку, особенно, конечно, в коды войны, немцы, из Поволжья, татары, ингуши, да бог знает, а с Украины, она пишет там о Западной Украине, когда они приокупаться, а куда ж деваться, где-то что-то работали, из плена возвращались, то есть все, буквально все слои населения, всех наций, литовцы, латыши, вспомню, латышских стрелков, которые непосредственно около Ленина вершили революцию и дальше участвовали в гражданской войне и так далее, Красная Армия основы создавали, и те не избежали, то есть не было буквально ни одной нации, ни одной народности, ни одной прослойки, особенно, конечно, латышной интеллигенции, вырубали, уничтожали, я вспоминаю вот эту ассоциацию Голицына, я об этом говорила, помните, гнязия Голицына, но там как-то больше спокойно, как-то так вот, как-то не так остро все это воспринимаешь, то есть начиная от всех и вся, от бывших и кончая военных и так далее, и так далее, и так далее, и все это вот в мелочах, в лицах, как это все происходило, читается очень, ну вот с таким вот чувством, как будто ты сам в этом участвуешь, и так же страшно, и так же ужасно, и это кошмар. Вот на сегодня все, с чем я хотела с вами делиться, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok